Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Дмитрия Ульянова. Поздняя, но яркая карьера, его красивая история любви и как сложилась жизнь этого актера. Один из самых скромных актеров Дмитрий Ульянов, несмотря на свою популярность, ведет весьма закрытый образ жизни и не очень-то любит внимание к своей персоне вне работы. В театре, на съемочной площадке мне приятно внимание, а в жизни наоборот. Хочется спрятаться, скрыться, когда узнают на улице и подходят, не сказать, что страшно радуюсь, говорит актер. Дмитрий родился в Москве 26 октября 1972 года в очень интеллигентной семье. Папа – инженер, мама – преподаватель математики. В школе Дмитрий не отличался хорошими отметками, но вот в самодеятельности принимал участие с большим удовольствием и играл в школьных спектаклях. Далеко не все окружающие поняли его странный выбор будущей профессии, когда он изъявил желание поступить в театральный вуз. Видимо, он переоценил силы и первая попытка его поступления стала неудачной. Но Дмитрий не сдался. Целый год он брал платные уроки актерского мастерства и со второго раза сумел поступить в школу-студию МХАТ. Правда, на третьем курсе его отчислили за несанкционированные съемки в передаче «Будильник», но он сумел в будущем перевестись в щуку на курс Евгения Князева. После окончания был принят в театр имени Вахтангова, но карьера, как и отношения с коллегами, у него не сложилась. И через некоторое время Дмитрий оттуда ушел. С кино поначалу тоже не складывалось. Он ходил по многочисленным кастингам и везде получал отказы или редкие приглашения снятся только в эпизодах. Наконец, в 2004 году Дмитрий вытянул свой счастливый билет. Его утвердили на одну из главных ролей в картине «72 метра». Актеру на тот момент уже исполнилось за 30 лет. После этого он стал один из самых востребованных актеров российских сериалов и кино. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 90 работ. Но к выбору ролей Дмитрий относится с определенным подходом. Например, он не приемлет романтизацию бандитов и негативно относится к таким сериалам, как «Бандитский Петербург» или «Бригада». Мне молодые люди рассказывали, что даже в нулевые огромное количество бригад было создано после выхода этого проекта. Они брали этот сериал как кальку. Люди хотели быть бандитами. В картине «Крестный отец» бандитов показали с якобы человеческой точки зрения. Это неправильно, я так считаю, с моральной точки зрения. В выборе теме и расстановке акцентов должна быть хоть какая-то мораль, говорит актер. В отличие от своих коллег, актер женился один раз. И надо полагать на всю жизнь. Встречу с супругой он считает проведением свыше. В 2001 году, во время прогулки по Москве, он встретился с однокурсницей, которая гуляла с подругой Юлией. Увидел ее и влюбился сразу же. «Самое интересное, я понял, что у меня будет ребенок с этой женщиной». «Сразу же, в ту же секунду понял. Было странно, ведь я не знал, замужем она или нет, свободна или нет. В тот же вечер мы встретились», – вспоминает он историю своей любви. Юлия тоже человек творческой профессии. Она дизайнер интерьеров. Их семейное гнездо обустраивала она лично. В 2004 году у пары родился сын Борис. В 2022 году этот актер отметил свое 50-летие, которое он отметил в кругу семьи с сыном и любимой супругой, с которой вместе уже более 20 лет. Сын Борис не пошел по стопам родителей. Поступил в Университет науки и технологий на IT-специальность. На сегодняшний день Дмитрий Ульянов по-прежнему много снимается. В производстве находятся сразу несколько новых проектов, в которых в ближайшее время зрители увидят своего любимого артиста. Мне, в свою очередь, хочется пожелать замечательному актеру еще долгих лет совместной жизни со своей прекрасной супругой, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей, успехов ему в творчестве и во всех начинаниях. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста, нравится он вам или нет, и какие картины с его участием больше всего вас впечатлили. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов всегда и во всем. Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok